Кирилл, когда ждать в Курской области войска Юлии Навальной и Марии Певчих? Или их ждать в Украине, как и войска Путина? Я не думаю, что Юлия Навальная и Мария Певчих вообще предполагают какую-то вэпанизацию, милитаризацию своей деятельности. Тут всегда очень сложный момент. Если ты представитель российской оппозиции, ну, если ты нормальный человек, разумеется, ты против войны. Мы вот в течение всего этого двух с половиной лет, мы там никаким, разумеется, нашим мальчикам в кавычках не сочувствуем. И единственное, чего мы можем пожелать всем мальчикам, которые приперлись в Украину, это то, чтобы они отправились домой вместе со всем своим имуществом, с военной техникой, и никогда там больше не появлялись. Это вот единственное доброе пожелание, которое здесь возможно. Вот. А при этом, если ты представитель все-таки российской оппозиции, если ты российский политик, ты, ну, вынужден думать про интересы, в том числе потенциально своих избирателей. Война в России, так же, как и в Украине, затронула огромное количество семей уже. Мы знаем, что есть движение жен мобилизованных. И здесь вот надо найти какой-то такой баланс, когда ты, ну, не призываешь убивать своих соотечественников, даже если они творят какие-то, в общем, страшные дела. Ты, ну, можешь сказать, этих людей, военных преступников надо отправлять под суд, например. Да, это очень, мне кажется, здравая позиция. И Юлия Навальная как раз, когда она призывает к наказанию, судебному наказанию для Путина, который убил ее мужа, и который, в общем, убивает украинцев, она эту позицию и занимает. Но вот перейти к такой позиции, которая была характерна, ну, для людей наиболее таких, мне кажется, честных и открытых, таких, как погибший Ильдар Дадин, например, российский оппозиционер, здесь очень тяжело, потому что, потому что все-таки речь идет про, ну, столкновение очень большого общества с, где-где есть очень разные, разные интересы, я Россию имею в виду. Нужно, нужно какой-то вот найти здесь тезис про то, что мы, мы не, ну, они даже скорее, да, политики, они не занимают какой-то позиции, направленной на уничтожение собственных сограждан. Поэтому, поэтому я думаю, что российская оппозиция так и будет стараться найти какой-то вот здесь баланс. Не знаю, хорошо это или плохо, в краткосрочной перспективе понятно, что у украинцев очень конкретное чувство по поводу, по поводу этих людей, которые не призывают вступать в ВСУ и сами тоже, в общем, не берут оружие в руки, в отличие от того же Дадина. В долгосрочной перспективе, может быть, если будет какая-то нормализация, если с Россией, ну, у России произойдет хотя бы какое-то минимальное отрезвление, те политики, которые могут, которые не были сторонниками войны, но при этом не стали ее стороной, не стали участниками этой войны, в том числе со стороны Украины, мне кажется, они будут полезны в перспективе там следующих лет или, может быть, даже десятилетий. Кирилл, на Ваш взгляд, какие ближайшие планы Путина, если мы говорим о краткосрочной перспективе с точки зрения войны в полгода? Войны и, конечно же, милитаризации самой России в этом смысле. Ну, с одной стороны, Путин все время говорит про то, какой он большой миротворец, сейчас это опять подтвердилось во время саммита БРИКС. Когда Путин говорит про свою миротворческую функцию, мне кажется, он имеет в виду, что все должны просто капитулировать и создать такой мир на его условиях. Вообще, когда Путин говорит про мир, он имеет в виду, мне кажется, даже не столько отсутствие войны, сколько просто картину реальности, которая ему очень нравится, к которой он стремится. Эта картина реальности, я думаю, она не поменялась с самого начала большого вторжения, потому что, как Путин в феврале 1922 года хотел, ну, фактически свергнуть украинское правительство при помощи такой, как бы, крупной военной провокации. Мне кажется, изначально они понимали, что группировкой в 300 тысяч солдат нельзя Украину захватить, как большую страну, с большой армией. Ну, вот они хотели добиться того, чтобы Зеленский бежал, чтобы правительства в Киеве не было, и туда на таком белом пуне въехало какое-то Януковичу подобное чудище, после чего можно было бы объявлять про создание нового союзного государства вместе с Лукашенко. Этот план по-прежнему, мне кажется, у Путина есть. Он, конечно, ну, объективно он становится все более призрачным с ходом войны, с ситуацией, когда даже те украинцы, которые были лояльны или с симпатией относились к России, они теперь, столкнувшись с военными преступлениями, они, конечно, свою точку зрения вынуждены были поменять. Но идея Путина, мне кажется, остается стабильной, он по-прежнему хочет в первую очередь политического кризиса в Киеве, который приведет к обрушению фронта и которое приведет к тому, что Украина будет вынуждена не то, чтобы даже договариваться с ним, а просто принять весь его безумный список условий, войти в зону влияния Москвы. Ну и, собственно говоря, вот дальше можно будет уже придумывать какое-то зловещее будущее для Украины. И важно еще видеть, что когда Путин говорит вот про этот свой мир, и некоторые спикеры ему готовы как бы верить, ну вот я тут как-то с ужасом послушал одну из речей Арестовича по этому поводу, что Путин вообще классический либерал 19 века, договороспособный человек, выполняет свои обязательства. Странно это было слышать, я, в общем, не слежу за интеллектуальными трансформациями Арестовича. Очень зря. Это меня удивило, да, наверное, те, кто следят, их такие вещи не очень не удивляют уже. На следующей неделе, как я понимаю, он может что-то прямо противоположное сказать. Вот, но просто действительно есть факты, которые показывают, чего стоят эти миротворческие усилия. Рекордный военный бюджет и на следующий год, и рекордные траты дополнительные, о которых объявил министр финансов России Силуанов в полтора триллиона рублей, из которых там заметная часть идет тоже на войну и на так называемую безопасность, то есть на внутренней репрессии. Это все показывает, что Путин совсем не собирается сворачиваться. У него совсем нет ощущения, что вот он устал и что надо что-то в его политике менять. И я все-таки придерживаюсь той точки зрения, что Путин и война – это синонимы, ну, навсегда, до тех пор, пока есть Путин, всегда будет либо война, либо прямая угроза новой большой войны, даже если удастся достичь какой-то заморозки, конфликт. Я хочу с вами об этом поговорить, эта тема очень интересна. Кстати, вы вспомнили о Борисовиче, я все жду, когда он прочтет Ахматову рэпи. Помните, я тогда была своим народом, там, где мой народ к несчастью был, я все жду, когда он это сделает. Но вот вы вспомнили, вы сказали по поводу позиции Путина и желания его, да, как можно дольше быть в этом состоянии, в состоянии войны. Но здесь возникает очень важный вопрос. А можно ли сказать, что если война заканчивается, при любых условиях, при любых обстоятельствах, при любой ситуации, то Путину конец? Что без войны он не может и что ему нужна вечная война? На мой взгляд, да. У меня вот некоторое время назад, ну вот тоже этой осенью, был разговор с людьми, которые находятся в России, которые, в общем, не очень сейчас публичные, которые хорошо разбираются в происходящем. У них была такая относительно оптимистическая картина реальности. Они утверждали там в сентябре примерно, что все-таки есть серьезная усталость от войны в России в том числе. И основная часть этой, ну, собственно говоря, ведь там корейские войска, северокорейские в России появились в общем не от хорошей жизни. А почему? Ну, по той причине, что все-таки, если ты называешь себя второй армией мира, тебе не нужна группировка северокорейских войск на твоей территории. Очевидно, да. То есть им нужны боеспособные части, им нужно постоянно искать, где бы еще раз добыть людей. И тот факт, что они уже отправили заключенных, отправляют подследственных, совершенно уничтожая саму идею такого уголовного правосудия, вот тот факт, что они искали наемников в Непале, на Кубе и в общем в любых странах, куда они могли дотянуться, показывает, что все-таки именно с людьми в России, с желающими умирать и убивать, все совсем не так хорошо, как говорит пропаганда. Никакой там народной войны до сих пор не наступил. То есть кризис набора в России начался, на ваш взгляд? Ну, он и есть, собственно говоря. Ведь тот факт, что они боятся новую мобилизацию объявлять, им не понравилось, как прошла первая, какая была общественная реакция. Они постоянно повышают ставки, да, то есть есть регионы, где там десятки тысяч евро выплачивают людям, которые просто подписывают контракт. Они пытаются срочников обманом заманить на войну, тех, кто попал в армию, да, и как бы сказать им, что вам уже деньги поступили на ваши счета, это значит, что вы подписали, все, идите-ка повоюйте. Но это все тоже не от хорошей жизни. Так вот, мои собеседники российские говорили, что все-таки как-то им надо постепенно сворачивать свое так называемое СВО, потому что долгосрочного плана здесь тоже нет. Есть усталость, есть непонимание, ну, что дальше внутри этой военной кампании, что должно произойти. Ну, да, они наступают на юге Украины, но наступление все-таки совсем не такое, как Путин обещал еще в 2022 году, несмотря на то, что это самая успешная, видимо, их военная кампания, которая в последние месяцы в Донецкой области продолжается. А у вас нет ощущения, Кирилл, что если проект на выдержке где-то до весны, до осени 25-го года, то Путин, ну, не то, что сам поднимет белый флаг, но, во всяком случае, сам попробует начать переговоры о перемирии, что ему они понадобятся? Ну, опять же, когда мы говорим про переговоры с Путиным, мы знаем, что это переговоры в одни ворота. Он, в принципе, такой персонаж, который, мне кажется, не очень понимает смысл переговоров. Он считает, что переговоры – это когда то, что он потребовал, в конечном итоге он получает, даже если это совершенно неизбыточные требования. Так вот, извините, я все никак не могу закончить, что, значит, мои коллеги из России, они говорят, что, ну, вот да, если свернется активная фаза войны против Украины, то дальше понятная будет ситуация, дальше вот эти все вооруженные люди вернутся домой. Ну, я сразу сказал, что это, конечно, для меня был бы замечательный сценарий. У меня с конца 22-го года стоит, вот как раз в этом холодильнике за мной, который в кадре, стоит бутылка советского шампанского из Генштаба Украины, обклеенная всякими неприличными надписями в адрес российской армии вторжения. Я все жду, когда будет какой-то хороший повод, чтобы эту бутылку открыть. Вот, понятно, что если Путин, значит, отползет от Украины, это будет замечательно, это будет огромный праздник, и, ну, там, хочется верить в такой сценарий, что он на наших глазах рано или поздно случится. Для россиян это будет означать, что, в общем, война перейдет во внутренний террор, потому что, действительно, я согласен с тем, что без чрезвычайщины, без охоты на ведьм, без убийств путинский режим уже существовать не может. Он воспитал тех людей, которые больше ничего делать не умеют. Эти люди привыкли к тому, что им за это платят большие деньги, и что, в общем, на этом построена их карьера. И даже если война будет приостановлена, это означает, что просто начнется другая война. Опять же, с точки зрения Украины, я полностью приветствую такой сценарио, наверное, один из лучших, который может случиться в реальности. С точки зрения тех людей, которые пытались как-то мирно адаптироваться к нынешним условиям в России, это достаточно конкретная страшная перспектива. Но, в принципе, до некоторой степени гражданская война, уже настоящая внутри России, но только заметная часть людей, которые внутри этой гражданской войны окажутся, они будут безоружны против путинского режима и его наемников. И эта война, насколько я понимаю, как и фашизм внутри России, он на долгие десятилетия, верно? Потому что так же его не выкорчеваешь. У меня нет прогноза про долгие десятилетия. Поясню почему. Потому что мне кажется, и многим кажется, что темп безумия, который взят, особенно в последние годы на фоне войны, так называемой путинской элитой, он имеет очень ограниченный срок годности, он быстро портится. Ну, то есть ты не можешь постоянно безумствовать так, чтобы не сломать то, на чем держится твоя собственная система. Я думаю, что многим даже внутри так называемой российской элиты это понятно. И не случайно есть люди, которые, находясь на очень высоких постах в российском руководстве, они, в общем, как-то стараются сильно по поводу войны не высказываться, не отсвечивать. Ну, они выполняют, правда, все. Типичный пример – это мэр Москвы Собянин. Я уверен, что лично он совсем не в восторге от того, что происходит в ходе этой войны. При этом понятно, что он абсолютно лояльный, сервильный человек, и он совершенно спокойно выполняет эти планы по вербовке наемников в Москве, куда, кстати, приезжают за большими деньгами представители других регионов. Их устраивают в качестве сотрудников московских госпредприятий в Мосгаз и Мосводопровод, после чего они могут подписывать контракты как настоящие москвичи. Вот так это все делается. Но в целом, да, то есть темп безумия таков, что его очень тяжело поддерживать, а если темп безумия внезапно сократится, то, ну, оголится некоторая реальность. То есть, условно говоря, если российские власти не будут охотиться на квадроберов, то выяснится, что в стране много других проблем. Поэтому все равно всегда нужны иноагенты, или экстремисты, или вот child-free нужно запрещать, или ловить квадроберов, которые... Я тут подумал, что можно, знаете, взять такую криминальную хронику и заменить в кавычках участников СВО на квадроберов. И будет вот там квадроберы вернулись в свой родной регион и кого-нибудь изнасиловали и расстреляли. Но ни одной такой новости нету, да. Реальные проблемы страны лежат вообще не в той плоскости, в которой эти проблемы пытаются найти власть. Как это может продлиться десятилетия? Вопрос открытый все равно, им нужно будет какое-то... на чем-то себя так удержать и подвесить для того, чтобы уже внутри этого безумия, которое они сами себе создали в отношении российского общества, чтобы, ну, как-то свою власть сохранять. И, вы знаете, я думаю, что есть сценарий, когда... Ну, я не верю прямо в самый хороший вариант, я не верю в прекрасную Россию будущего, которая особенно наступит внезапно и быстро на наших глазах. Но я думаю, сценарий такого Узбекистана, когда, значит, был совсем такой палаческий режим, а потом пришли люди, которые сказали, что теперь мы будем такими мягкими и добрыми палачами и вообще будем искать себе партнеров по всему миру и как-то постепенно открываться. Такой сценарий для России достаточно возможен. То есть это будет такой фашизм, по всей видимости, но такой фашизм-лайт. И этот сценарий, он, мне кажется, на десятилетия все-таки он наиболее вероятен с точки зрения того, что случится в России. Вы знаете, вы сказали о квадроберах, о жертвах. Я подумал, что Валентина Ивановна Матвиенко такой яркий символ лучшей жертвы квадробера. Почему-то мне так представилось. Кирилл, у вас недавно вышла очень важная, как по мне, статья, и я о ней говорил непосредственно с автором Михаила Касьянова. Условия транзита. Михаил Михайлович написал несколько очень важных таких знаковых идей, поднял несколько важных тем. И он в том числе указывает на то, что если заканчивается война, то Россию с Путиным или без Путина ждет а. экономический кризис, б. борьба элит, война элит. На ваш взгляд, насколько реален, реалистичен такой сценарий, согласны ли вы с ним? Я думаю, да, что во многом Касьянов прав. Его основная идея в этом тексте, как я ее понимаю, заключается в том, что та конституция, которая в России формально существует, она хотя и поменялась под Путин, но все-таки документ в общих чертах остался прежним. Она специально сделана с точки зрения транзита власти, чтобы даже если некий президент и его окружение потеряло свои полномочия, ну, например, по состоянию здоровья, то те же самые элиты в течение, ну, премьер-министра становится исполняющим обязанности. Президент, как однажды было, как раз при переходе от Ельцина к Путину в рамках такого запланированного тогда транзита и преемника. Вот часто, кстати, сейчас в России большой интерес к событиям 90-х и часто вспоминают вот эту зловещую фразу, которую Ельцин сказал Путину на прощание, берегите Россию, но вот не убег. Так вот, значит, по действующей российской конституции премьер-министр назначает, как исполняющий обязанности выборы в течение полугода после ухода действующего президента по каким-то причинам. И это все, конечно, создает широчайшие возможности для того, чтобы путинские элиты совершенно спокойно провели любой транзит власти в собственных интересах. У них будут по-прежнему деньги, им будут лояльны, по крайней мере, какая-то часть силовиков. И того, кого они назовут преемником Путина, имеет, ну, там, 95-процентные шансы стать следующим формальным официальным лидером России. Вот Касьянов, мне кажется, на это делает акцент, что да, внутри элиты будет конфликт, но в конечном итоге самая сильная группировка внутри элиты, она имеет все шансы для того, чтобы продолжить свое грязное дело. Я именно поэтому думаю, что наиболее реалистичный сценарий будущего – это переход власти в России к путинским же элитам, но которые как так же, как после смерти Сталина, будут вынуждены, ну, какие-то искать, там, ошибки в прошлом, говорить о перегибах на местах, говорить, что вот все-таки мы не совсем такие упыри, как наши предшественники, хотя мы много лет с этими упырями сидели за одними столами во время совещаний. Ну, такой стиль Хрущева, в общем. Вряд ли будет развенчание культа личности. Друзья, мы сейчас продолжим. Вы пока подписывайтесь на все наши YouTube-площадки. Дмитрий Гордон в гостях у Гордона. Подписывайтесь, пожалуйста, на YouTube-канал «Новая газета Европа». Смотрите ужасные новости по воскресеньям с Кириллом Мартыновым. Оставляйте уже как можно больше лайков и комментариев под нашей беседой. Не стесняйтесь.